Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об аллергии. Аллергия – это такая обширная тема, что, конечно, никаким одним выпуском невозможно с ней справиться и невозможно обсудить все вопросы и нюансы, связанные с аллергией. Но поговорим сегодня кратко хотя бы об основных, основополагающих вещах и о том, как, может быть, можно справиться с приступами аллергии. Аллергия в последние 15-20 лет стала чуть ли не основной и главной болезнью человечества, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями. Все три эти заболевания сопутствуют высокому уровню жизни, повышению уровня жизни человека. Что же такое аллергия? Аллергия, если объяснять просто, то это ненормальная, ненормально бурная реакция организма на попадание в него обыкновенных веществ, которые в норме не вызывают такой реакции. Что же за реакция происходит в организме, когда в нее попадают эти вещества, которые называются аллергенами? Это воспаление. Воспаление бывает двух типов. Одно воспаление помогает нам бороться с различными инфекциями, с различным ненормальным состоянием нашего организма. И бывает воспаление другого типа, которое возникает как патология, не как нормальная реакция, а как патологическое состояние организма. Причиной многих заболеваний является избыточное воспаление. Это онкологические заболевания. В том месте, где организм воспаляется, это и внутренние органы, и сосуды, и мышцы, и слизистые, и что угодно. Там могут развиваться, к сожалению, раковые онкологические клетки. Воспаление считается, что воспаление также является причиной возникновения атеросклероза. Не холестерин, а именно воспаление. Вот там, где воспаление, туда садится холестерин. А не было бы воспаления, не садился бы туда и холестерин. То есть снижение уровня холестерина неэффективно для борьбы с атеросклерозом. Надо бороться с воспалением. Существует множество причин, почему возникает это воспаление. К одной из таких модных современных теорий инициаторов воспаления относят сладкие продукты, сладости. И это действительно так. Сладости надо избегать. Но почему же всё-таки возникает аллергия? Почему одни люди нормально реагируют на эти чужодные вещества, а вторые ненормальные? Конечно, во всём виноват иммунитет. Иммунитет по-другому настроен, по-другому сформировался иммунитет. У него сформировалась такая вот ненормальная реакция. На сегодняшний день существует масса методов профилактики и лечения аллергии. Большинство из них медикаментозные, которые снимают вот этот вот ненормально высокий уровень воспаления в организме и позволяют человеку существовать. Однако же существуют и другие методы. Один из них связан с малыми дозами аллергенов, которые вводятся как детям, так и взрослым в виде питания или ещё в каком-то виде, для того, чтобы организм постепенно привыкал к этим аллергенам. Но сегодня хочу поговорить не об этом. Сегодня хочу поговорить о том, почему же у некоторых людей иммунитет не настроен на встречу с широким спектром различных веществ. На сегодняшний день существует самая главная теория, связанная с этим. Это теория чистых рук. Я не зря сказал в начале нашего ролика, что как раз аллергия, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания сопутствуют развитию цивилизации, сопутствуют улучшению образа жизни, по крайней мере то, о чём нам говорят глянцевые зуржурналы и телевизор, к чему нас призывают. Вот как надо улучшать образ жизни. Масс-продукция овощей и фруктов, продуктов питания, она зачастую полностью, так сказать, стерильная, полностью рафинированная продукция идёт. И мы уже не сталкиваемся с детства с той окружающей средой, с которой нам предстоит столкнуться в более взрослой жизни. У меня не зря в руках вот этот вот огурец, для того, чтобы рассказать всё-таки о тех мерах, которым должны следовать в своей повседневной жизни, для того, чтобы если не избавиться от аллергии самостоятельно, то по крайней мере профилактировать аллергию у ваших детей. Итак, теория чистых рук. Теория чистых рук, если её очень упростить, гласит о том, что в детстве дети должны сталкиваться с различными инфекционными агентами, для того, чтобы по мере взросления приучить с детства организм настроить свою иммунную систему на встречу с широким спектром различных чужеродных веществ. Тогда иммунная система, будучи уже привыкшей и настроенной, не реагировать бурно, поскольку она с детства сталкивалась с большим количеством чужеродных веществ, она не будет реагировать слишком бурно во взрослом состоянии реакциями на появление аллергенов. Что же нам делать, понимаете? И почему эта теория чистых рук так популярна сейчас? Да потому что мы всё время идём в магазин, покупаем в гипермаркете овощи и фрукты. Они все обработаны хорошо, если перекисью водорода, а может быть, какими-то более жёсткими препаратами, которые их дезинфицируют. Моем это яблочко под краном, а ещё тем более кожуру срезали, съели, не столкнулись ни с какими организмами. Может быть, это не обязательно болезнетворные организмы, просто это большое количество каких-то бактерий, которые будут настраивать иммунитет, что они не являются патогенами и не надо на них бурно реагировать. То же самое касается всех овощей и фруктов. Поэтому, с одной стороны, есть, ну, понимаете, надо соблюсти какой-то баланс. Конечно, какие-то врачи, люди просто могут сейчас сказать, что я вообще говорю о каких-то ужасных крамольных вещах и несу какой-то бред. Но на самом деле сорванный из грядки огурчик или яблочко, взятое из-под яблоньки, которое на земле полежало, мы его обтёрли вот так вот, да, немножечко рукой и съели. Понятно, что съедая такой огурчик или съедая такое яблоко или фрукт, сорванный и непредезинфицированный, мы одновременно потребляем огромное количество чужеродных организмов, различных веществ. Это и пыль земли, это и микробы, и это, между прочим, даже яйца-глист. На сегодняшний день проведены исследования, и они очень ясно показывают, что дети, которые переболели острицами, энтробиозом в детстве, это самое безобидное инвазивное заболевание, они гораздо устойчивее к аллергенам и имеют гораздо меньше шансов для того, чтобы заразиться, чтобы поразиться аллергией уже в более взрослом возрасте. Если кто-то думает, что яйца-глист проглотил, и там уже червяк в животе вырос, ничего подобного. Процесс роста этих глистов гораздо сложнее. Из яйца вылупляется личинка, личинка пробуравливает стенку кишечника, попадает в кровоток, по кровотоку носится, созревает, превращается в другую личинку, пробуравливает слизистую носа, у нас нос чешется, деток ковыряют в носу, сопельки образуются, потом они все-таки в себя втянули, физиологично посморкались. Вот так вот сморкаться не физиологично, а в себя физиологично. И проглотили эти сопли, а вместе с соплями проглотили личинок, которые уже в свою очередь в кишечнике превращаются в тех самых червяков, которые потом раздражают. Ночью откладывают яйца и пошло все по кругу. Так вот, для того, чтобы организм не боролся с этими всеми яйцами, личинками, с этими всеми процессами, они выделяют в кровь специфические вещества, которые одновременно настраивают иммунитет человека, не реагировать бурно на появление чужеродных агентов. Какая отсюда мораль? Я, конечно, ни в коем случае не призываю заражать детей острицами, не дай бог. Ученые, конечно, ищут, какое вещество выделяют, какое вещество влияет на иммунитет. Может, его синтезировать можно, может, его можно с помощью геномодифицированных бактерий как-то произвести, сделать на его основе лекарства и так далее. Но, как бы там ни было, не стремитесь ребёнка держать в рафинированных суперстерильных условиях. Ну, взял пальчик грязный в руку, ну взял. Конечно, есть риски возникновения кишечных инфекций, есть риски инвазивных заболеваний. Но это не трагедия, не надо на этом делать культа какого-то, культа чистоты из этого. Даже, как я уже сказал, некоторые инфекции и инвазивные заболевания могут, кроме вреда, принести ещё и пользу. Поэтому, если уж этим способом мы не можем профилактировать и предотвратить аллергию у взрослых людей, оставьте детей в покое, отправляйте их к бабушкам, с лёгким сердцем оставляйте их на даче. И если у вас выросли красивые огурчики или ребёнок взял яблоко из-под яблони и съел непомытое, не делайте из этого трагедию. Это всё нормально. Даже если будут последствия, в этих последствиях есть и светлая сторона. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!